Наполи против Свонси. Представитель английской премьер-лиги у себя дома сыграл очень даже ничего. 0-0 против Наполи, одного из лидеров итальянского чемпионата. И здесь показалось, что все начинается достаточно быстро. 16-я минута Инсигни очень красиво забивает мяч в ворота Свонси, вот так вот перекидывая мяч через галкипера. Но затем Свонси собрался и забил свой мяч. Это было достаточно любопытно, потому как Свонси испытывает серьезные проблемы в чемпионате Англии. И вот уж Лига Европы точно мешала этим парням. Вот так пробивает Дегузман, очень красиво оборачивается. И, конечно, англичане довольны. Валийцы. Да, но если вспомнить матчи 1-й, да, 0-0, вообще, что из всех английских команд, включая Валийскую, только один гол забил Челси, то каждый гол тут у британской команды навязывал. Ну, вот взял, вот зачем? Зачем? Потому что у всех разные статьи, разные истории. Разные истории, конечно. Я согласен, я сказал, что просто голос для британской команды это круто. Круто, вот, а это не круто, потому что итальянцы забивают, и Гуаин забивает, счет становится 2-1 на 78-м минуте, и кажется, что здесь уже, конечно, сил просто не осталось. Круто, что финал-то пройдет в Италии, пройдет в Турине, вот, на стадионе Ювентуса, поэтому... Ты намекаешь на итальянский финал? Да, я намекаю на то, что в Италии... Ну, одна итальянская команда точно сойдет с дистанции, но мы об этом поговорим чуть позже. А Анжи? Ну, почему тут... Анжи, Анжи Ювентус, представляешь, финал, финал мечта. А что происходит на последних минут, что он себе просто уже бросил играть, или пытался отыграться и попался вот на такое... Как вот в мини-футболе, там уже все, ворота впереди, все понятно, счет 3-1, это Инлер. То есть на свои ворота уже махнули рукой?